Чемпионат мира по футболу, который проходит в нашей стране, в центре внимания телезрителей. Уже стали привычными самые высокие оценки уровня его организации. Многочисленные болельщики со всего мира приехали в Россию, чтобы принять участие в великолепном футбольном празднике. Чемпионат богат на интересные встречи и даже сенсации. И одной из главных его сенсаций стала прекрасная игра российской сборной. Соперник наших футболистов в одной восьмой финала чемпионата мира – сборная Испании. Сильная и титулованная команда. Чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы были настроены только на победу, но их планы не осуществились. Российская команда в игре с испанцами выбрала самую верную тактику – играть от обороны с надеждой на эффективные контратаки. Мы побывали в спорткомплексе «Лидер», в фойе которого за телевизионной трансляцией этого исторического матча наблюдали юные славянские футболисты, их тренеры и родители. Я думаю, что мы сегодня сможем выиграть и перейти в одну четвертую финала. А ты любишь футбол? Да, я им занимаюсь уже пять лет. Испания повела в счете после стандарта, однако развить успех они не смогли, действуя слишком медленно. Конец первого тайма был удачным. Россияне сравняли счет благодаря пенальти за игру рукой испанского футболиста. Артем Дзюба не промахнулся и на перерыв наша сборная ушла уже с большей уверенностью. Мне понравилось, как Дзюба заработал пенальти и как у России была контратака. Ты считаешь, есть у наших шанс на победу? Конечно. Затем весь второй тайм и дополнительное время испанцы, владеющие мячом в три раза чаще нашей сборной, не смогли добиться обострений и забить решающий гол. Наши футболисты играли как герои, противостоя одной из самых мощных команд чемпионата. Блестящая игра в обороне привела к серии пенальти. И тут все карты уже были в руках вратаря Игоря Акинфеева, который успешно отразил два удара испанских мастеров кожаного мяча. Восторгу наших болельщиков просто не было предела. Вот такая шансовая лапочка! Мои эмоции не передать словами, потому что мы дождались этого. Мы вырвали эту победу. Спасибо нашей сборной. Ура! Все верили в чудо. И оно случилось, к счастью. Для нас, для всех. Для сборной России. Очень рады победе нашей сборной, что она выиграла, выходит в 1-4 финала. Хочу поздравить всех с сегодняшней победой. Пожелать удачи в дальнейшем, чтобы мы и до финала дошли. Не останавливались на 1-4. Россия впервые в истории вышла в 1-4 финала чемпионата мира по футболу. 7 июля сборная России сыграет с командой Хорватии. Будем болеть за наших! Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».